Каково положение того, кто помогает приготовить еду на зикр? Дело в том, что по соседству умерла женщина. Она была не в исламе. Через 20 дней пришли соседи, попросили приготовить им плов, мотивируя это тем, что у них будут читать зикр. Я готовила у себя дома, к ним не зашла. Продукты они тоже мне принесли. Я слышала, что нельзя им помогать. Это правда? Она подтверждает, что она не была в исламе. Вот круглый год каждый день будет зикр делать, и Коран читать, и садака делать. Если человек не в исламе, не мусульманин, это не поможет. А второе, определять 20-й день зикр, за умершую зикр делать. 7-й день, 3-й день, 20-й день, 50-й день, 42-й дня. Все это является новшеством, которое не делал ни пророк, ни его сподвижники, ни таби, ни четыре имами. Когда человек умер, там делают 70 тысяч зикр делают каждый день. Или же, как вы не думаете, 70 тысяч раз они скажут, нет. Например, если там считают, сколько там человек сидят, примерно 70 человек сидят, тысячи раз зикр расскажут, получается, за него 70 тысяч раз зикр рассказали. Если тысячи сидят, 70 раз расскажут, уже получается, уже 70 тысяч. Почему именно 70 тысяч? Там, если кто-то сон увидел, за человека он почитал 70 тысяч раз зикр, сказал, за твой зикр, Аллах мне простил. Такими доводами селаются и делают аскари. Наша религия не состоит из снов. Наша религия явные доказательства. Куран и Сунна по пониманиям наших предков. Из-за этого 20-й день, 7-й день, это все являются новшеством. И помочь для этого является тоже запретным. Новшество, когда скажет, это просто так, новшество является храмом, запретным, пророк, салам, запретил. То, что запретил пророк, салам, для него помогать, тоже является запретным, в Аллаху а'алам. Субтитры создавал DimaTorzok